ну что друзья всем hello продолжаем продолжаем погружаться в мир скандинавской мифологии в роли психически или душевно больной воительницы в мир галюнов и всякой-всякой страшнятины hellblade и у нас уже третья часть скорее всего буду записывать с наверно одним большим куском по потому что последнее время у меня не прям всегда получается записывать ролики ух ты как быстро я уже и забыл целую неделю не играл мы тут нам почти пересекли мост хелю погнали однажды распахнув очередные врата во тьму ты с ней столкнешься ой 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 и 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 а я не сделал так здрасте приехали а шо с ним делать а у и Ее, ее, еее. Куда? А, того убил. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Есть. Нормально так меня встретили в этой части. Еле поспоминал комбинации. Ну всё, давайте открываем. И у нас тут новая загадка. Три руны, мать его. Сейчас опять ищи, сука. Дорога в Хельхейм не бывает прямой. Каждый ищет собственный путь. Впусти в себя его секреты, и ты найдёшь свой. Не знаю, уже какой камень я слушаю вот это. Я не понимаю, о чём идёт речь. Так, всё, сосредотачиваемся, надо искать руны. Так, всё, сосредоточиваемся, надо искать руны. Так, всё, сосредоточиваемся, надо искать руны. Так, всё, сосредоточиваемся. Ну, я сосредоточился, и что? Не понимаю пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, наверное, это всего лишь часть головоломки. Нужно возвращаться. Начинает плющить. О, иксы. Где-то икс есть. Вот молния. А вот кусок вот этой руны. Вот это похоже на икс, если вот так смотреть. Но оно его не принимает. А-а-а-а. Вот же оно. И чё, не работает. Ладно, давай поднимемся. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Ну, нашел. Так, одна есть. Вторая 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 есть. Что ты делаешь? Ты проявляешь слабость. Ты не воин. Ты позорище. Боги покарают тебя за это. Подбери меч. Возьми его. Дерись, седьмой. Дерись. Ну, сука. Ну, сука, молодцы, советчики. И это снилась. И это снилась. Ты не снилась. Ты не снилась. Ты не снилась. О чём ты думала? Серьёзно надеялась победить? Как же ты глупа! Такой глупый! Он тебя пресирает! Он тебя пресирает! Он её пресирает! Сгляни на себя! Воин! Никчёмная, слабая, жёлтая! Давай! Жалей себя! Больше ведь тебя пожалеть некому! У тебя кровь! Кровь повсюду! Что это? Бери! Трусишь сражаться просто! Прекрати страдания! Разбитые и потерянные! Прямо как твой меч! Давай! 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 Зачем продолжать? Когда отдаёшь всё ради встречи с источником своих страданий, а в итоге сталкиваешься с невообразимым кошмаром? Зачем продолжать? Такой вопрос проявления слабости? Или мы так боимся честного ответа, что спросить не хватает духа? Иногда ответ кроется в воспоминании, Чувствия! Песни! Песни! Это песня! Это уловка! Это уловка! Не настоящая! Настоящая! Послушай! Она её слышит! Давай! Уверен! Это он! Это не наяву! Это наяву! Это наяву! Нашка! Попади здесь! Боже, ты уже не тварь! Кто же ты? Боже! Ты всё ещё веришь в меня? В Сену? Нет! В нас! Это уловка! Я не знаю! Он здесь! Он здесь! Знаешь, он здесь! Он здесь! Возможно! В жизни! В жизни! Песня! Иди ко мне! Иди ко мне! Прошу! 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 Свет! Иди на свет! Он там! Это не он! Это лишь уловка! Это всё в твоей голове! Это всё в твоей голове! Он настоящее! Это всё в его! Иди к нему! Так! А что ж я теперь буду делать без своего меча, а? Забок держится на нас вроде бы в бочину никто не ранил! Я не знаю! Оaf! Тебе мерещится! Или... Это Диллион! Ты жили в чём? Так ты могла! Ты могла! Ты могла! Ты ДАЛЬШЕ! Иди ДАЛЬШЕ! Нет! Говори! Это было вловка! Я не знаю! Я не знаю! Я не знаю! Давай! Я удивлюсь! До встречи с ним Сена жила в нехорошем месте Её мало что связывало С другими подростками Она была немощной И редко выходила из дома Всё это по воле отца Азенбелли Лишь изредка она выбиралась На свободу сама Блин я не видел куда светляк ушёл А всё вижу Ты глянешь Он давно исчез И что тут не ошибся Даже ты Всё Это в твоей голове Тебе кажется будто ты видишь Но это в твоей голове Там дерево и там было Ого А что да Мальчик Фехтующий в те недели Она помнит Как впервые увидела его Её молодым глазам Казалось будто он танцует И весь мир танцует вместе с ним Мрак расступился И впервые в жизни она увидела Луч надежды Сибиряне рассказывают о великом герое по имени Сигмунд Зала его отца была построена вокруг большого древа Однажды приходит Один и вонзает в древо меч Дар тому кто сумеет его вынуть Многие пытаются Но удается это лишь Сигмунду И его Шурин Король Сигмун Он сжал меч Но Сигмунд ему отказывает Поэтому король замышляет месть Он зовет Сигмунда с братьями на пир Но когда те приходят Их встречают нерадушные хозяева Сейчас короче Надо этот меч достать нам Не, круто если дадут какой-то Блин, прям Крутой Если еще какая-то способность У этого меча будет То будет вообще бомбезна Смерть Сигмунда с братьями Кажется неминуемой Но жена короля Сестра Сигмунда Она умоляет владыку Сжалиться И заковать их в цепи Тот соглашается Но не из милости А потому что Замышляет для них Более жестокую И мучительную смерть Братьев приковывают К дереву в лесу В первую ночь Туда приходит волчица И сжирает одного из них Это повторяется Ночь за ночью Пока не Сейчас вам трошки Погудеть, наверное Будет слышно шум Я кондерчик включил Жарко не могу Отслугу, велев намазать медом Лицо Сигмунда Но зачем? Итак Ночью Когда волчица приходит вновь Ни за что не угадаешь Что случится Лицо Сигмунда Лицо Сигмунда Так, ну нам однозначно оттуда, но что-то я подходил и ничего не происходило. Так, а это похоже у нас какой-то новый вид головоломки. Пошли искать другой выход, вход точнее. Пошли искать. Пошли искать. Пошли искать. Пошли искать. Там корабль целый, который плавать может. Бляха. Пошли искать. Не, конечно, с такой механикой головоломок и стилем игры, хорошо, что здесь нет свободного мира. Я бы тут ходил, блуждал бы очень долго. А так у нас есть один какой-то определенный вход и выход в локацию. Да. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Пока волчица слизывает сладкий мед с лица Сигмунда, тот кусает ее за язык. Волчица вырывается, но Сигмунд не отпускает. Цепи рвутся, и он свободен. После побега Сигмунд живет, как и мы, скрываясь в лесу. Король Сигейр считает его погибшим, а сестра героя замышляет месть. Даже великому Сигмунду не совершить возмездие самому. Так что она посылает к нему своих сыновей. Но кровь их слаба и испорчена, потому Сигмунд предает их смерти. А его сестра задумывает новый план. Холодный сердцем и чистой кровью. Я надеялся, что когда я подойду к берегу, то кораблик тут подплывет. День за днем, наблюдая издалека, она подражала ему, совершенствовая свой тайный танец. Желаю только, чтобы летучее мгновение света тянулось вечно. Эта уловка, эта иллюзия, это все не настоящее. Тебя обманывают, куда ты идешь? Красивенько. Как тебя зовут? Сенова. Я тебя раньше не видел. Я редко выхожу из дома. А, дочь Зимбеля. Я пойду. Постой. Кто тебя научил так драться? Никто. Никто? Ну, я смотрела на тебя и... Ты всему этому научилась, глядя на меня? Знаешь, ты должна стать воином. Я? Я Дилен. Я тут ради воинских испытаний. Приходи посмотреть. И приноси свой меч. Этого не выразить словами. Миг, когда смотришь в глаза того, кто утешал тебя, кто мог защитить тебя. Всего одно мгновение. И ужас поглощает тебя, прежде чем успеваешь что-либо понять. Тогда тьма становится частью твоего существа. Ты убила его! Убила его! Ты убила его! Не надо! Но ее мир изменился в тот день, когда сибиряне отняли его. Нет. Не шевелись. Сено знает, что возврата к прошлому нет. Нет. Не шевелись. Что не к чему возвращаться. Не шевелись. Не подходи. Прячься. Огей, в силах заглянуть в твой разум. Они сделают это, чтобы раздавить тебя. Не остановить. Я еще чувствую его. То, что от него осталось. И останется тут навек. Я не брошу его гнить здесь! Ты сама загниваешь здесь. Не оставь меня. Ты сгинешь здесь. Нет. И все твои страдания будут напрасны. Заткнись! Где она? Где Лен? Где Лен? Я найду тебя, любовь моя. Даю слово. Свет у дерева. Ты его видишь? Ты не поверишь, что он настоящий. Он там. Ты одна в этих горах. Это дело? Здесь нет жизни. Тебе не выжить. Ты встретила его у дерева. Она встретила его у дерева. Может, это знак дерева? Что он пытается ей сказать? Он ждет тебя у дерева. Так, вижу тут столбы каких-то подсказок. Но это даже не подсказки, а объяснялки. Но мне быстро и хочется уже к дереву подойти. И глянуть, что там будет. Меч. Забирай. Бери, беречь. Меч, бери. Он оставил его для тебя. Давай. Бери, 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 бери. Не трожь. Это уловка. Это уловка. Это, конечно, трудно двигаться. И оттуда. Что это? Смотри, откуда она двигается? Она что-то привлекла. Как ты... Что же это? Где же... Представь себе. Это меч, разящий богом. Да. Его имя. Грам. Его выковал верховный бог Северян Один. И подарил великому воину Сигмунду. Я вынуждена его взять. Ты поможешь? Меч кажется целым. Но это иллюзия. Давным-давно его разбили на кусочки. Говорят, великий воин может перековать грал. Если выдержат испытания Одина по одному за каждый обломок. Корни древа смерти перенесут тебя в новые земли. Там ты и столкнешься с испытаниями. Иди к обломкам. Иди к обломкам. Иди к обломкам. Что за обломкам? Ищи. Рунический кахун из металла. Офигеть. Сейчас, короче, нужно про... Ух ты. Вот это же интересно. Тебе нужен меч. В общем, если кто не въехал. Меч какой-то супер крутой, заряженный. Расплался на куски. И сейчас нужно эти куски. И так каждый кусок это испытание. Нужно все пройти. И тогда мы соберем меч. Из севера велел гномам выковать меч, который никогда не сломается и не заржавеет. Сможет рубить железо и камень и приносить владельцу победу. Но злые гномы прокляли меч. Кто-то должен умирать каждый раз, когда меч вынимают из ножен. И от него же погибнет король. Слушай, я расскажу тебе про меч Тюрфинг. Я не узнаю это место. Где? Где она? Что-то не так. Где мы теперь? У могильного кургана. Удивительно. Мы прилагаем столько усилий, чтобы хоронить мертвых. А ведь это мечта обыденная. Неизбежная. Как будто все сговорились прятать смерть, потому что другого ответа у нас на нее нет. Но когда она приходит и забирает наших друзей или любимых, тогда приходит расплата. Входи, ты должна войти. Возьми факел. Так темно. Возьми. Это поможет. Осторожно без него не сможешь видеть. Сейчас будет жестко, мне кажется. Дилиан, я здесь. Я здесь ради испытаний. А к нашу первую встречу, помнишь? Вот он. Вот он. Дилиан. Дилиан. Вот он. Наконец-то. Ты нашла его. Что такое? Что случилось? Ты меня слышишь? Ты снова потеряла. Ты подволила ему. Жди меня там, я найду тебя. Как ты могла? Найди его. Ты должна найти его. Это твоя цель. Найди его. Можешь делать что угодно, но найди его. Что здесь? Как ты его упустила? Как она его упустила? Как она могла? Найди его. Так а ну-ка позатыкались, бляха. Блин, я отсюда пришел. Я найду его. Что это? Ты слышала? Ничего. Чьи это голоса? Его голоса векова с мертвых. Это не Дилиан. Дилиан зовет тебя. Ты это слышишь? Где он? Сенуа, ты напоминаешь мне историю северяна Деви-воительницы. Хервуд, дочь Берсерка, родилась уже после гибели отца. Она дикий, своенравный ребенок и сама учится обращению с оружием. Когда она узнает, где похоронен отец, то желает лишь одного. Получить погребенное с ним сокровище и прежде всего меч Тюрфинг. Так я не понял, меч зовут Тюрфинг или Грамм. Вроде же сказали, что меч Грамм зовут. Ну или я что-то не так понял. Так, походу с этими испытаниями не все так просто будет. Иди дальше. Если пойдешь туда, никто тебя не спасет. Слишком страшно. Я ее услышу. Хервуд Хервуд переодевается мужчиной, чтобы примкнуть к отряду воинов и вскоре становятся их вожаком. Когда они прибывают к острову, где похоронен ее отец, ее люди не хотят сходить на берег. Они твердят, что на острове рыщет зло и что днем там хуже, чем в некоторых местах ночью. Бесстрашная дева высаживается одна. Повсюду могильные курганы. Над ними мерцают призрачные огни. Она проходит к могиле отца через эти огни, будто они были туманом. Найди другой путь, так не пойдет. А пламя, через которое прошел я, очень даже настоящее яло, возьми всех северян. Куда он делал? Он исчез. Глянь, ты опять подволил их. Сука, а ты позатыкайтесь вы, я не слышу. Это не он. Это не он. Вы же говорили. Мы говорили, это уловка. Где-то орет вроде бы слева. О, можно поджигать. Класс. Что-нибудь изменилось? Все выглядит так же. Что-то изменилось. Ищи подсказки. Что это? Что изменилось? Подсказка. Ищи. Голос больше не звучит как в дилеон. Что происходит? Это не он. Невозможно. Что за звук? Голос изменяется. Что? Это не Дилеон. Он не звучит как в дилеон. Подойдя к Кургану, Хервор взывает к отцу. Просит его пробудиться от смерти и отдать ей меч. Она говорит, что не подобает мертвым прятать в своих могилах ценное оружие. Отец отвечает ей предостережением. Ты накликаешь на себя беду. Губительные руны окружают тебя. Ты сошла с ума, потеряла рассудок. Твои мысли спутались. Будить мертвых опасно. Я же сказал, что она напоминает мне тебя. Так, вроде бы сюда я не поворачивал. И крики усиливаются. Так что, думаю. Думаю, я на правильном пути. Тихо. Он хочет, чтобы я его нашла. Без него я не могу. Голос. Это неделя. Блин, опять направо или налево. Давай налево. У меня такое ощущение, что я кругами хожу. Где мы? Они представляют. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Застрял здесь. Ха-ха-ха. Что это? Голос деленное? Это ловушка. Что-нибудь изменилось? Все, вроде так же. Что-то изменилось. Ищи подсказки. Что это? Что изменилось? Там подсказка. Ищи. Где подсказка? Что я здесь вижу? Факелы. Черно-красный щит. Факел. Черно-красный щит. Факелы и не черно-красный щит. Точно. Надо на щиты ориентироваться. Думай. Дайте ей время. Дайте ей лишаться. Может сюда? Вот, блин. Я тут был уже. Я тут был уже. Ты здесь навеки. Что будешь делать, когда факел погаснет? Будешь сидеть, продеть, пока не стоишь. Может надо наоборот на вот эти щиты ориентироваться? Тут какой-то бело-красный. Курва, я обошел круг. Давайте сюда, значит. Вот здесь прям ее плющить начинает. Желто-белый щит. Чёрно-красный. А там вон красный светится проход. Я должна одолеть свои страхи. Я должна одолеть свои страхи. Ты чё сделала? Ну ты даёшь, блин. А как мы будем назад выходить? Отец... Я решила уйти. Наверное, так будет лучше. Это тьма говорит за тебя. Нет, это говорю я. Я могу справиться. Я сама. Я вижу тьму в твоих глазах, дитя. Я встретила юношу. Юношу? Сына вождя. Нет. Он поможет. Это уловка. Я стану нормальной. Нормальной? Да. Никакой юноша тебя не спасет. Никто не спасет. Когда он увидит растущую в тебе гниль... Нет. Он отвернется от тебя. Только через меня боги смогут тебя исправить. Ты никуда не пойдешь. Нет. Не смей перечить богам. Идешь, дитя. Возьми мою руку. Идем. Все на улицу. Нет. Я ухожу. Тебе не сбежать от тьмы. Твое проклятие погубит всех. Твои руки обогреть кровь. Вот это и есть испытание. Так, еще два. Я хочу рассказать тебе историю о боге северян по имени Бальдор. О, Бальдор. Это второй сын Одина, и был он красив, добр и мудр. Он был хорош чертами, говорил хорошие слова, хорошо судил обо всем. От него исходил свет. И говорили о нем только доброе. Но умер он первым из богов. Получается, это Годофар так его интерпретировал в плане, что он сын Одина и Фрейи. Что у него он проклят, ничего не чувствует, бессмертный. Здесь все трошки по-другому. Он просто умер первым из богов. Прикольно, мостик тут работает. Ну, не поломат. Перейдем его. Там уже перешел. Делен, он здесь. Ты чувствуешь, что он здесь. Чувствуешь, что я присутствую. Нужны руны, чтобы найти Делен. Тебе нужен Делен. Всего одна руна. Он ждет тебя. Всего я говорил, что будешь ждать. Он, он рядом. Ты чувствуешь, что он рядом. Он тебя любит. Чувствую, что его любит. Он заодно сидит. Делен. Делен, мы здесь. Делен. А маска уже смотрит в другую сторону. Значит, бегим туда. Блин, точно нужно сначала мост опустить. А потом вернуться и пройти через маску в обратную сторону. Да, конечно. Бегать немного, но интересненько. Необычно сделали, обыграли, так все. Пока мне нравится. Нравится, что нету какой-то монотонности и одинаковости в этих головоломках. Они как-то все по чуть-чуть отличаются друг от друга. И добавляются какие-то новые механики, новые прикольчики. Интересно, насколько долгая игра. Длинная. Сколько они смогут мне новых головоломок подкидывать. Так, здесь уже, видите, врата вот те открыты. Вот туда и пойдем. Еще одна маска. Длинная. Вот он. Ну и чего ты ждешь? Найди путь. Найди его. Пройди. Так, а где-то здесь руна. Диллиан начал ее смотреть дальше. Подглядывать сквозь щели и видеть красочный мир, свободный от мрака. Исена исследовала новые пути к неизведанному. В мире ты не сможешь. Он видел, кем она могла стать. Он видел, кем она была. Он видел в ней воина. Так, а нужно... Блин, опять нужна та маска. Сейчас бы не запутаться. Значит, в эту маску заходим. Врата будут открыты. А в следующую маску не заходим. Идем в обход через те двери, которые открыли. По-моему, план пушка вообще. Так, здесь не пройду, потому что дерево. Я так, чисто проверить зашел. А вдруг там открыто и мне не нужно будет оббегать. Но все-таки придется. Блин, что-то не то. Наверное, нужно вернуть маску в первое состояние. Точно, всего два мира. Вот, типа, разрушенный. Тут ворота поломанные. И целый. И я, получается, ворота открыл в целом мире. Значит, мне нужно вернуться в целый мир. Тогда там мост появится. Есть. Да, и ворота открыты. Чуденько. Хотя, блин, вот здесь закрыты. И не подняться наверх. Бляха. Нет, что-то я упускаю. Так, идем в разрушенный. А, тут открыта дверь одна. А вторая завалена. Я хмурила. Бляха. А вот теперь у меня ступор. Короче, походу, нужно возвращаться в целый мир. Заходить в дом и искать руну эту. Только ему она могла доверять. А могла ли? Ворота. О, кажется, будто бы... Ты��? Крыл. Ты? Ты? Да? Ой. Ты? 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 Рупятая цель? Ты? Ты? Ты не? Он тебя спас Он тебя спас Ты ему обязана Любви, твоя сила Дилион спас ее Ты обязана жизни, Дилион Ты обязан ее всем Дилион в башню Он здесь Так, еще раз думаем В неразрушенном мире закрыты эти ворота Но открыты двери там Ты помнишь его ласковый шок А в разрушенном мире открытый вход Здесь нельзя зайти А там завалено все Ты помнишь, каково это касаться? Я не могу зайти в здание Точно Да я допер Нужно зайти В целый мир Найти руну И открыть эту дверь Уже В разрушенном мире Потому что В разрушенном мире Светится этот Дилион Дилион сильней, проклятие Каково это любить так сильно Пропали Пропали Появились Пропали Появились Он заботился о ней Как никто другой Сибиряне Рассказывают Такую историю О смерти Бальдра Все начинается С мрачных снов Ночь за ночью Бальдру снится Его же смерть И боги Боятся за его жизнь Поэтому Мать Бальдра Просит Все на свете Огонь Воду Железо Камень Землю Дерево Зверей Птиц Змей Яды Болезни Поклясться Что они Не навредят Бальдру Одно за другим Все Приносит Клятву И хвастается Мать Бальдра Ни оружие Ни дерево Не навредит Ему Только Луки Отец Хеллы Недоволен А это уже Похоже На историю Которая была Вкратце Ой Вкратце В годах Вари Каково это Быть влюбленной Надо подумать Ну Аа Стоп Вот Подождите Вот Так Похоже Есть Найс Даже Не пришлось Гайд Открывать Но я уже Был близок К тому Чтоб Подсмотреть Все рух Или в конце концов Твоя любовь Погубила его Потому что он В тебя верил Он Переход Молчим Веря 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 В тебе Больше не быть Любим Никто В тебя Уже Никогда Ты помнишь Его Прикосновения Так стоять Ты помнишь Каково Быть любимой Вряд ли Блин Меня уже Заколупали Эти маски Ё-моё Туда Сюда Туда Сюда Да Тебе тепло Тебе Закрыта Она Откроется Также Акита Херушки А чё Я вообще Решил Что я Смогу Пройти В неразрушен В неразрушенном Мире Твоё проклятие Забрало Дилина Так ладно Не спешим Он был Он был Долгой Твоё проклятие Проклятие А теперь Тьма Поглощает Вас Собой Тут Какой-то Разлом Если Под Под Определённым Углом Стать И Посмотреть Да Заткадитесь Блин Стать И Посмотреть То Лестница Восстанавливается Это Как Пазл Своим проклятием Ты убиваешь Всё Что Любишь Ты убиваешь Всё Что тебе По-настоящему Дорого Дилион Не заслужил Этого Есть Ты Сломил Убил Прошли годы С тех пор Как она Покинула Отца Она Много Тренировалась Вместе Со Своим Другом Дилионом Видела Видела То Чего Больше Не видел Никто Образы Формы Движения Благодаря Интуиции Стала Исключительным Воином Дружба Переросла В любовь Но Тень Тьмы Никогда Не отпускала Её И Она Оказалась Между Двух Миров Миром Зинбеля И Своего Прошлого И Миром Дилиона Своего Будущего Двумя Реальностями Раздирающими Её Душу Чтоб Всё На Свете Поклялось Его Оберегать Я Не просила Амелу Признаётся Мать Бальдра Я Решила Что Она Ещё Слишком Мала О Нет Его Одного Не Беспокоило Её Проклятие Он В ней Души Не Чая Опа А здесь Где-то Руна Есть Так Наверное Сначала Сбегаю Опущу Тут Мост О Бляха Она С той стороны А как Мне На ту Сторону Попасть Проклятие Проклятие Давит на тебя Так же Как ты верил В него Ты помнишь Как он Выглядел Так Сразу Откроем На всякий Случай Её Проклятие Он В ней Души Так А тут Хер Души Ты помнишь Запах Юшей Ты помнишь Запах Юшей Ты помнишь Ты помнишь Его любовь Направляет Тебе Ну вот же Стрелочка Он Видел В ней Сил Что Если Они Лишь Тянут Время Задерживают Тебя Минута За минутой Минута За минутой Она Себе Взомнила Минута Минута Возьм Тебе в еще одна руна готова в в в в в в в в в Так, отлично. Видишь руны повсюду, повсюду, что если тебе мерещится? Что если в них вообще смысл? Если она волка, боги врут. И что у них есть смысл? Смотри, что сразу совсем странно. Руны важны в твоей голове, но в настоящем ничего не значат. Нет. Бляха, задрали эти голосовые. Бляха, задрали эти голосовые. Дилиона никогда особо не заботила между миром. Он мрачно глядел на друидов, таких как ее отец Зинбель. Думаю, перенял этого отца, вождя, который верил только в то, что видел. А был он слепым. В объятиях Дилиона, она чувствовала себя в безопасности. Учила смотреть его глазами. И тьма, так крепко сковавшая ее, потихоньку начала отступать. Ты упадешь, осторожно. Нет, не смотри. Она не упадет, она сильная. Это опасно. Она держится. Она сможет. Ты сможешь, Свенуа. Нет, нет! Вот он исчез. Это твоя вина. Он снова исчез. Его забрало море. Он ушел под вор. Он ушел под вор. Он ушел под вор. Антони. Так, похоже, второе закончили испытание. Сенова. Твой отец не может понять твою тьму. Не может смотреть твоими глазами. Никто не может. Мой отец родился слепым. И он даже не представляет, на что похожа ночь. Слово тьма, значит, для него так же мало, как и слово свет. Так если кто-то боится темноты, нужно ли его исправлять, отнимая зрение? Отдала бы ты тот чудесный мир, который только ты можешь видеть, чтобы избавиться от кошмаров. Может, такова цена за твой дар? Дар, делающий тебя особенной для меня. Это часть человека, которого я люблю. Я бежала в земли, чтобы защитить тебя от своей тьмы. Потому что люблю тебя. Но сделала только хуже. Мне так жаль. Есть. Второй осколок готов. Я думал, то анимация, модель 3D-шная. А это просто сняли какого-то мужика на видос и под фильтрами вставили. Все равно меня смущает то, что уже куча этих самых катсцен я посмотрел и пока целостного понимания сюжета у меня нет. Когда я видел, как чума обрушилась на ледяные земли севера. Бедствие было ужасным. Даже старейшие не помнили подобного. Люди гибли сотнями. Болезнь унесла почти всех молодцев до 40 лет и многих стариков. А там, где умирающие матери рожали, дети, выходившие из утробы, тоже несли на себе знак чумы. Где мы тут не по себе? Здесь всё такое. Здесь что это за место? Здесь всё такое. Здесь, здесь жутко. Жутко. Неправильно быстро. В целом-то, сюжет я понимаю, мы пытаемся спасти душу любимого, но вот эти катсцены никакой ясности не вносят. Иди к нему. Он в доме. Он заходит. Он исчезает. Иди за ним. Не дай ему исчезнуть. Куда он делся? Не мешкай. Как ты его найдёшь? Всего лишь испытание. Очевидная проверка. Найди решение и тогда найдёшь зелено. Добьёшься своего. Он так близко. Еще один маленький шажок. Скоро вы встретитесь. Да. Последнее испытание. Смотрите. Тут какой-то x нарисован. Понятно. Нужно найти обход. Подписался. Извините. По ой. Подписался. По ой. Уп лазить по камням к сожалению мы не умеем то есть сюда нет смысла идти там обрыв это испытание как те старые войске делим поможет запах гниенья она почти чувствует на языке а ты чувствуешь и тут икс нарисован а тут опять иллюзии короче они только посмеялись на скоре начали умирать больше никто не смеялся и они поняли она не такая как а тут вот пазл ты нашла путь поднимись на башню лестница живо что теперь ты ее видишь установи истину мастер блин легко сказать что мастер мастер Теперь ты должна найти его. Живей. Пройди к дому. Пройди к дому. Заверши испытание. Оно не кончится, пока ты не доберешься до дома. Пока он исчет стену. Ты должна войти. Да, это понятно. Как мне тут мост собрать? Блин, у меня даже предположений нет. Поехали. Странно, что и в гайде нету. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я не понимаю... Что меняют эти ворота... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Может есть еще какие-то ворота? Я понял, через эти я прошел. Продолжение следует... Я увижу. Вот лестница появилась. Отлично. Все такое одинаковое, что тяжело прям сразу заметить. Продолжение следует... 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 Есть. Блин, 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 текай. Текай, текай, текай. Нет, 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 нет. Ну твою налево. Тут, короче, надо прям вообще не замедливаться. Есть. Да что за бред, блин. Да что за бред? да блять бегу уж сука что за прикол у меня просто перереза перерезает путь и все давай ну давай беги блять ну давай читает эту руну есть следующее где там а и и и и и Продолжение следует... Нет,нет,нет,нет,нет Ну чё ты падаешь,блях,он даже не догнал тебя Корча тупая Хм Закрытие рты своей Ты умираешь Бляха,куда теперь Бляха,догоняет походу Блин,вон там Диллиан Давай,давай,давай Нет,не падай Можа Походи Черт возьми Давай-давай-давай-давай. Дэй, не случлись. Где мы? Опасность. Я ощущаю угрозу. Где она? Ты умираешь. Ты умираешь. Она смерть. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ёханы бабай, жопа мне. Давай-давай-давай. Убегай от него. Я не знаю, где я вообще. Ай, там этот рядом. Есть. Фух. Это было сложно. Сенова. Сенова. Что случилось? Они обвиняют в чуме меня. Говорят, что я проклята. Что, если они правы? Но откуда им знать? Они что, боги? Нет, мы не боги. Они просто люди. Хорошие, но напуганные. Они боятся того, что не могут видеть. Как дети, которые боятся темноты. Поэтому и заполняют пустоту выдумками, что не делает их правдой. Тебе нужно выйти из этой тьмы. Пусть все увидят, кто ты, как я увидел. Ты не чудовище. Так, супер. Три испытания пройденных. Так, пошлите за мечом. Убить тебя было бы слишком просто. Они стезают тебя воспоминания. Они убивают тебя изнутри. Исчезаешь вместе с воспоминанием. Ты что-то вспоминаешь. Оно тут же исчезает. Они заберут все. Они тебя уже не под глазом. Они соберутся с ужасом. Они соберутся с призраки. Они принадлежат богам, но не тебе. Они хотят погубить твою душу, хотят ее сокрушить. Ты думаешь им нужно твое тело, но им нужна твоя душа. Они им завладеют. Твои воспоминания. У тебя больше ничего не делил. Исчезает вместе с воспоминанием. У меня уже вся рука черная почти. Капец. Скоро до головы дойдет. Хоть бы не началось сначала, потому что это будет, конечно, жопа. Северяне говорят, что их всеотец Один отдал глаз в обмен на глоток из родниками мира источником мудрости. И в слепоте может быть мудрость. Лишь отдавая можно получить взамен. Поэтому я отдаю жизнь и передаю тебе свои истории о северянах. Все равно. Где я? Я не вижу. Я тоже. Тссс. Кто здесь? Ты меня слышишь? Дилиан? Я здесь. Ты меня видишь? Нет. Помоги мне. Дыши медленно. Спокойно. Избавься от мыслей. Скажи, что ощущаешь? Ветерок. Хорошо. Значит, отсюда есть выход. Я не понимаю, откуда он дует. Поймешь. Это что такое вообще? Другие голоса, они исчезли. Я все еще тут. Здесь так тихо. Так темно. Все хорошо. Слушай свое дыхание. Вдох. Выдох. Хорошо. Наблюдай за всем, что слышишь и ощущаешь. Пусть тебя ведут чувства. Здесь не пройти. Дилиан? Ищи путь. Я тебя здесь не оставлю. Хм. Тут огонь есть. Все. Поймешь. Ага. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кажется, теперь я в другом месте. Ветерок пропал. Используй все свои чувства. Пусть мир говорит с тобой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ты слышишь? Слышу воду. Иди туда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я дошла до воды. Хорошо. Это и есть выход. Иди вверх по течению. Мне так жаль. Я думала, все уже в прошлом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не извиняйся. Это не твоя вина. Он был прав. Все это во мне. От этого не избавиться. Сену. Мой отец. Он говорил, что самые тяжкие битвы ведутся разумом, а не мечом. Ты смелая. Ты доказала это в воинских испытаниях. Это просто очередная битва. И ты победишь. Это не твоя битва. Ты не должен помогать. Но я хочу. Однажды ты станешь великим воином. А нам нужны такие, как ты. Мама. Я постараюсь. Тсс. Тсс. Знаю, о чем ты думаешь. На самом деле, его здесь нет. Кажется, в этом месте от прошлого не сбежать. Так что ей придется пережить все заново. Зачем? Так, тут не пройду. Тогда поищи другой путь и скажи, когда что-то найдешь. Я не знаю, что там. Не бойся. Ого. Тилиан. Там что-то есть. Ты это видишь? Нет. Значит, и оно тебя не видит. Тихо пройди мимо. Шаг за шагом. Сундук не открывается. Якори. Тихо пройди мимо. Тихо пройди. Ого. она не идет за мной оставь это и иди вперед а сука она двигается стрёмные штуки так идет и а а а а а а и а а Кажется, теперь я в доме. Здесь воняет. Смертью. Тьма испытывает тебя, но все в твоей власти. Так, давай только не упади. Растяжка. Растяжка. Колодец. Здесь колодец. Не сворачивай. Ты уже близко. Растяжка. 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 пострадали все мой отец не должен был умереть вот так теперь ты ясно видишься ну а как страдают из-за тебя это твоя вина ты принеслась на чуму на твоих руках теперь они идут за тобой да и волю клинку ты должна сосредоточься осторожен 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 слышишь их бесконечные крики, чуишь запах их гниющих ран. Они были кому-то братьями, сестрами, любимыми. Смотри, что ты сделала с ними. Все потому, что ты струсила, бежала от проклятия вместо того, чтобы признать его. Отвернувшись от своего отца Зимбеля, ты отвернулась от богов и обреклась за племенников на истребление тьмой. С чего им расплачиваться за твои заблуждения? Вово. 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 Русские субтитры, 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 субтитры. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... 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 и надежда все думано это можно заканчивать план максимум выполнены меч забрали конечно нелегко было это сделать так что все выбираемся отсюда и уже в следующем ролике продолжим а на этом все всем бб сэнки варимать за просмотр раз уж ты досмотрел до конца то я считаю этот видос заслуживает на лайк и комментарий так что жду а тебе за это спасибо увидимся